Библейский портал экзегет.ру представляет Наша сегодняшняя встреча записана специально для портала экзегет.ру Перед вами преподаватель Священного Писания Нового Завета и романах Ирни Пиковский. В прошлый раз мы с вами говорили о молитве «Отче наш». Мы посвятили этому много времени, и мы продолжим разговор о том, что евангелист Матфей сообщает нам в Нагорной проповеди об учении Иисуса Христа о нравственности, об этике Нового Завета. Мы подходим к следующей части молитвы «Отче наш». «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». В этой фразе «Хлеб наш насущный» заложено очень много слов. Греческое слово «эпиусион» «насущный» может толковаться самым различным образом. «Насущный» — тот, который нам нужен на сегодня, для пропитания, чтобы мы прожили этот сегодняшний день и не умерли с голоду. Как ни парадоксально, такое толкование мы встречаем у святителя Иоанна Златоуста, который считал, что речь идет об ежедневном хлебе, необходимом для поддержания жизни человеческого организма. Слово «насущный» может толковаться, как тот, который необходим для следующего дня, чтобы нам дожить до завтра. Хлеб, который нам поможет двигаться вперед. Хлеб, необходимый нам для будущего, для того, чтобы мы жизнь проживали и шли вперед. Под хлебом «насущным» может подразумеваться и Слово Божие, которое питает наш ум, которое питает нас, является хлебом для нашего ума. Но в литургической практике установилось иное толкование, которое имеет очень-очень древнюю традицию. Под хлебом «насущным» мы также понимаем Евхаристию. И оно, пожалуй, сейчас, в наши дни, становится первостепенным и наиважнейшим. Евхаристия. Благодарение. Тело Христово и кровь Христово. Вот что мы можем назвать одним словом «Евхаристия». Вот то, что в себе соединяет земное и небесное. Иисус Христос отдал свою жизнь ради искупления многих людей. В шестой главе Евангелия от Иоанна Он свою плоть и кровь предлагает людям во вкушение, чтобы они вкушали и имели жизнь вечную. И именно такой путь через веру в Него, посланного от Отца, и через вкушение плоти и крови Сына Человеческого, Христос предлагает нам обретение нового статуса, обретение спасения, святости, обновлений нашей жизни, или по-другому саму жизнь вечную. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Мы могли бы сказать, что, наверное, лучше было бы перевести с греческого языка на русский слова «долги», близкие к нашему пониманию грехи. Действительно, в других местах Евангелия речь идет о грехах. Но слово «долг» более широкое и всеобъемлющее. Грех – проступок, промах, непопадание в цель, зло, которое мы совершили. Но когда мы говорим прости нам долги наши, мы подразумеваем нечто большее. То есть мы просим Бога, чтобы Он нам простил не только то, в чем мы провинились перед другими людьми или перед Ним, Творцом. То есть сделали что-то не так. Но и мы просим Его о прощении за то, что мы должны были что-то сделать хорошее, и это не сделали, поленились, смолодушествовали, прошли мимо. И вот мы просим Отца нашего, чтобы Он нам простил то, что мы по своему самолюбию и лени не сделали, а должны были совершить. И не веди нас во искушение. Человек – существо слабое, и поэтому мы просим, чтобы Бог нас оградил от падения. Мы понимаем, что без Христа мы не можем обрести жизнь вечную. Мы понимаем, что без Бога нам не обрести спасение. И поэтому мы просим Бога, чтобы те испытания, искус, которые Он нам дает, они были по нашим силам, но избавя нас от лукавого. Кто-то может сказать, что в этих двух фразах «не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого» речь идет об одном – что это лукавый нас искушает. Но если мы присмотримся к книге Иова, которая передает нам испытания праведного человека по наущению дьявола, то мы увидим, что да, несмотря на то, что зло было сотворено над Иовом, падшим ангелом, но это было совершено по попущению Божию, Бог позволил сатане испытать Иова, чтобы показать окружающему человечеству праведность этого мужа, верность его Богу. И поэтому, когда мы просим Бога, не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, конечно же, мы не подразумеваем под этим, что лукавый и есть причина всех проблем, что он и только он виновник в том, что мы падаем, спотыкаемся. Даже если лукавый нас искушает, он это делает ровно в ту меру, в которую Бог позволил ему, чтобы нас проверить на прочность, нас укрепить, сделать сильнее, тверже в вере, очистить нас от всякого греха. И тем не менее, мы просим, чтобы избавил нас Господь от лукавого, потому что мы слабы. Мы просим, потому что мы не уверены в своих силах. Заключительная фраза молитвы Отче наш по Евангелию от Матфея – это словословие. «Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки». Вполне возможно, что эта последняя фраза, «Ибо Твое есть царство и сила и слава», возглас, который сегодня за богослужением произносит исключительно священник, была частью традиций Древней Церкви. В Евангелии от Луки этой фразы по окончанию молитвы Отче наш нет. Вполне возможно, что эта литургическая формула, очень похожая на завершение иудейских молитв I века, очень быстро стала частью литургической практики древних христиан. И таким образом, в Евангелии от Матфея мы видим не только прямые слова Спасителя, зафиксированные Его учениками, но и видим то, как эти слова, Слово Божие, стали частью самой жизни и молитвенной практики древних христиан. Молитва Отче наш выстраивает для нас некую лестницу восхождения от земли на небо. На эту молитву святые отцы смотрели по-разному. Кто-то говорил о том, что на нее нужно смотреть от первого стиха к последнему, так как мы сейчас ее и рассмотрели. Некоторые святые отцы говорили, что правильное понимание эта молитва нам даст, когда мы посмотрим от последнего стиха на нее к первому. То есть, избавь нас от лукавого, не веди на свои искушения и так далее. Прося Бога, чтобы Он нас избавил от лукавого, мы приобретаем силы предавать искушения. Приобретая силы бороться с искушениями, мы прощаем нашим должникам. Этим самым заслуживаем прощения от Бога. Получая прощение от Бога, мы становимся достойными вкушать небесного хлеба. Когда вкушаем небесного хлеба, мы чувствуем и становимся готовыми, очищая свое сердце для того, чтобы пришла воля Божия к нас и в нас поселилось Его Царство. А если Царство Божие, Его благодатное присутствие в Духе будет в нас, то и мы будем светиться и будем прославлять Сущего на небесах. Итак, мы исполняем дело поклонения именуя Бога нашим Отцом. Исполняем дело веры, прославляя Его, дело покорности, желая соблюдать Его волю, дело надежды, призывая Его Царствие, дело раскаяния, прося о прощении грехов, дело смирения и спрашивая покровительства Его противоскусителя. «Сообщив нам эту общую молитву, Господь, по словам Тертулиана, предвидевшийся нужды человечества, в заключении говорит, «Просите, и дано вам будет». Итак, молитва Господня, по словам писателя II века Тертулиана, является коренной, основной молитвой, образцом для всех остальных молитв христиан. Итак, мы видим, что уже со II века формируется та традиция толкования на эту молитву, которую мы в последующем встретим у святых отцов IV, V, последующего веков, вплоть до наших дней. Эта молитва очень быстро становится частью богослужения, что мы видим уже в памятнике I века христианской письменности, в памятнике под названием «Учение 12 апостолов». В научной литературе этот памятник еще называется греческим словом «Дидахе». И мы видим уже со II века нормативное толкование на эту молитву, которое сохраняется и до наших дней. Нагорная проповедь после молитвы «Отче наш» продолжается словами о посте. «Пост. Не будьте лицемеры», — так обращается господь своим ученикам, которые на себя принимают мрачный вид, чтобы показаться перед людьми постящимся. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помашь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед отцом твоим, который в тайне, и отец твой, видящий в тайне, воздаст тебе явно». Мы видим снова это обращение к тому, чтобы мы творили пост в тайне. Итак, Господь призывает нас, чтобы мы прежде всего внутри, в душе своей, определили ту меру поста, которой мы будем ограничивать свое тело от излишней еды. Итак, где-то в клете сердца, где-то там, внутри души, начинается молитва. Там, в глубине души, начинается пост. Там, в глубине души, начинается милостыня. Все три заодно. Отец, видящий тайное, воздаст явно. Пост — это смирение души. По закону Моисеева, обязательный пост для всех был положен в Ветхом Завете только один раз в год, в Великий День Искупления. Но, видно, к времени Иисуса Христа выработалась практика двукратного пощения иудеев среди недели, в частности, в четверг и в понедельник. В четверг, как символ напоминания о восхождении Моисея на гору Синай для получения закона. И в понедельник, как символ схождения во сгоры Синай. И вот иудеи постились два крата в неделю, чтобы ограничить свое тело от лишней еды. Но, видимо, они делали это так, что послужило причиной общественного укора. И на это намекает нам Господь, говоря о том, чтобы мы не старались показаться перед людьми постящимися. В древности под постом прежде всего подразумевалось полное ограничение себя от еды. То есть, по-другому, голодание до определенного часа. Пост до девятого часа в монашеской традиции Египта IV века – это полное воздержание в пище до третьего часа дня по современному нашему исчислению суток. Итак, пост соблюдался в древности по разным причинам. Или перед решающими событиями, исход которых полностью зависел от Божьей милости. После смерти близких людей, для смирения себя перед Богом, для достижения полноценного общения с Богом или по обету. Но очень важно, на что обращать внимание Спаситель – это душевное состояние, в котором пребывает человек, который постится. Далее в Нагорной проповеди иду слова о неоскудивающем сокровище на небесах. «Пригодавляйте себе влагалище, не ветшающее». В этом выражении слово «влагалище» означает сумку для денег. Это образ. Понятно, что речь идет не о том, чтобы мы заготовили себе кошелек для того, чтобы туда насобирать деньги, чтобы купить себе царство. Речь идет о душе. Душа должна стать тем вместилищем, сосудом, сумком, влагалищем для того, чтобы туда складывать те сокровища, которые для небесного царства мы собираем. Око – светильник телу. Светильник для тела есть око. Если око твое будет чисто, то и все тело будет светло. Светильник может означать лампаду или свечу, которую поставляют на подсвечник. Невозможно служить двум господам – Богу и мамоне. Об этом идет речь дальше. Мамона – арамейское слово, означающее имущество. Заимствованное в греческий язык, оно стало обозначать не только имущество в целом, но и роскошь, богатство. Прежде всего, в Евангелии скорее идет речь о богатстве. Человек, который двоится мыслями, с одной стороны, хочет и Богу, и себе послужить, не сможет удержаться на двух лодках. Он должен здесь сделать выбор, потому что иначе он будет одного господина ненавидеть, а другого любить. Или одному станет усердствовать, а другому не родить. Выбор христианина, конечно, должен быть в сторону Бога. Это не отрицает то, что христиане могут быть состоятельными людьми. А речь идет о приоритетах. Если жизнь поставит тебе перед выбором, как поступить и чему отдать предпочтение, то нужно по совести отдать предпочтение служению Богу. Далее речь идет о человеческих заботах и о попечении Божьем. «По всему, говорю вам, не заботясь для души вашей, что вам есть или что пить, или для тела вашего что одеться. Душа не больше ли пищи и тела одежды?» И далее. Господь призывает нас, чтобы мы прежде искали Царство Божие и правду Его, а все остальное приложится нам. Это не означает, что мы должны пренебрегать семейными обязанностями или быть непредусмотрительными в деловых отношениях, в общественных отношениях. Это говорит нам о приоритетах. Не всегда человек может предсказать, что будет завтра или послезавтра. И увлекаясь много попечительностью, он начинает рассчитывать исключительно свои силы. И вот Господь возводит нашу мысль к тому, что мы не можем по своей воле ни росту себе локоть прибавить, ни волосы на голове изменить. Но все это в руках Божьих, как и дата нашего рождения, и дата нашей смерти. Все в руках Божьих. Итак, прежде нужно искать правды Божьей Царства Его, а остальное, по мере наших сил, которые мы предлагаем, будет присовокупляться. Не судите, да не судимы будете. Об этом много сейчас говорят. Как можно отделить суждение от осуждения? Неужели мы не имеем права высказать свою мысль, пусть даже и критическое замечание, по поводу недостатков другого человека? Или написать докладную записку, сделать какой-то анализ сложившейся ситуации, рапорт? Ведь и в деловом этикете это принято и даже необходимо. В чем же граница между суждением и осуждением? Эту границу может нам провести высказывание спасителей из Нагорной проповеди «Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза». Итак, речь идет не о том, чтобы мы не высказывали своих мыслей или не рассуждали, не отделяли добра от злого. А речь идет о том, каким судом мы судим, праведным или неправедным, каким глазом мы смотрим на окружающих людей и на окружающую действительность. В послании к римлянам, прошу прощения, в Евангелии от Матфея есть еще такие слова. «Ибо каким судом судите, таким и будете судимы». «Не судите по наружности», это слова из Евангелия от Иоанна, «но судите судом праведным». Итак, есть какие-то определенные границы справедливого судопроизводства. Повторю эту фразу из Евангелия от Иоанна, «Не судите по наружности, но судите судом праведным». Следом к главным критериям, чтобы разобраться в том, чем отличается суждение от осуждения, является наш глаз. Мы лицемерим или мы прямо и откровенно и честно смотрим на окружающую действительность. Мы смотрим на окружающую действительность через призму эгоизма или через призму исполнения воли Божией и заповеди Его. Итак, если это суд по наружности, значит, он несправедлив. Если это суд по духу, значит, он имеет место быть. Продолжается Нагорная проповедь словами «Не мечите бисера перед свиньями». Под бисером прежде всего такие святые отцы, как Иоанн Богослов, как Иоанн Затауст, подразумевали Слово Божие. Не всегда, ни на всяком месте, ни при всяких обстоятельствах уместно начинать длинную проповедь о Евангелии. Например, когда аудитория не расположена к тому, чтобы нас слушать и слушать о таких предметах. И чтобы не пустословить, не разглагольствовать о святых вещах перед людьми, которые не готовы к восприятию нашей проповеди, Господь удерживает нас язык. Наставление о просьбе. Просите, и дано вам будет. Просите, и дано вам будет. Неоднократно мы сталкиваемся с тем, что не все наши молитвы исполняются. Значит ли это, что мы должны остановиться в нашем прошении? Значит ли это то, что наша молитва бесплодна? По святителю Иоанну Зотоусту Бог реагирует на нашу молитву. Но мы должны просить духовное. Не проси ничего мирского, говорил святитель Иоанн, но всего духовного и непременно получишь. И так требуется настойчивость в просьбе, как та самая вдова, которая упросила неправедного судью и получила от него помощь на суде. Точно так же мы должны быть неуступными, усердными в молитве, но то, чего мы просим, то, что мы просим, должно быть прежде всего духовным. Главное правило ветхозаветной нравственности в устах Иисуса Христа звучит так. Как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. В этом правиле закон и пророки. Была поговорка раби Гелеле, которая звучала следующим образом. Не делай ближнему твоему того, чего не желаешь себе. В этом весь закон. Вполне возможно, что Господь имеет в виду эту поговорку раби Гелеле, когда дает свое наставление ученикам. Итак, Гелель. Отчего он ограждает человека? Он человека побуждает к тому, чтобы тот не делал зла. господь с оглядкой на эту мысль предлагает противоположную идею. Как вы хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступайте. Он человека побуждает к деланию добра. Вместо пассивного стояния в стороне и не участия в творении дел, которые совершают грешные люди, ходя на свет нечестивых, Иисус Христос побуждает человека умножать добро и любовь в мире, ибо именно в этом по его мысли весь закон и пророки. Нагорная проповедь продолжается словами о том, что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь вечную, и о том, что мы должны распознавать лжепророков, и о том, что есть ложные исповедания Господа, и не всякие, которые говорят на словах Господи, Господи, войдет в небесное царство, но те, которые делают беззаконие, будут отвешены. Также Господь говорит о том, что есть разные образы слушания Божия Слова. Есть тот, который слушает и не исполняет, есть тот, который слушает и исполняет. Ученик не бывает выше своего учителя, но тот, который усовершенствовался, усовершился, бывает как учитель его. Этими словами завершается Нагорная проповедь. Итак, мы видим, что в устах Спасителя закон Моисеев приобретает новые толкования. Не отменяя необходимости исполнения Ветхого Завета, Господь устанавливает более узкие, более строгие, но и более возвышенные пути для человека, как взойти к Отцу Небесному, к тому, которого мы призываем словами Отче наш, к тому, который нам дает Небесный хлеб, к тому, который нас делает светильниками, чтобы мы светили другим людям, чтобы мы светили окружающему миру. И нам остается быть лишь только достойными исполнительными, не только слушателями, но и исполнителями Божьих слов, быть чуткими к распознаванию лжепророков и быть стойкими и последовательными в следовании той этики, которую предлагает нам Господь наш Иисус Христос в Своей Нагорной проповеди. Иисус Христос Христос